Ура! Я просто ваш любимчик сразу, да? Поэтому вы мне помогаете Я вообще не понимаю, о чем речь Он умер? Нет Блин, я всегда, короче, на один ошибаюсь Историю надо знать Да что вы у себя на BBC знаете про Россию? Ничегошки Это чьё наказание? Наша с Сашей? Что происходит? А чего вы уже успели добиться за эти 8 лет? Геморрой, гепатит. А кроме плюсов? Спасибо свадьбе в Нарафа-Минске за хорошую идею. Очень тяжело веселить людей, когда ты выглядишь как Рамзан Кадыров, который слушает Радио Хэт. Первый раз слышу. Где Кобзон? Судя по орфографии, этот комментарий писал ребёнок, поэтому Кобзона увезли в деревню. Я обожаю рассказывать эту шутку, потому что в 9 случаях из 10 реакция. В России официально признали спортом скандинавскую ходьбу. Что дальше? Мужик в костюме пчелы выйдет на проспект Сахарова? У меня есть трек на немецком, вот в чем дело. Я его записала из всех четырех слов на немецком, которые я знаю. Я чувствую себя бегать. Уважаемые люди, которые проводили кастинг на холостяках, а я уже не приду. Все уже куколь-куколь, шхайба, шхайба. И сейчас медгей-рай! И пошло. Правило Игроки выбирают из восьми категорий вопросов Политика, культура, персоны, интернет, мир, Россия, наука и рандом От двух категорий нужно отказаться В каждой теме три вопроса разной сложности За каждой можно получить один, три или пять баллов У игроков есть три подсказки, которые дают им варианты ответов Каждая стоит полбала Также участникам может попасться вопрос «Вспомни все» За который можно получить балл больше, чем заявленный Побеждает игрок, набравший наибольшее количество баллов Максимально прозрачные и понятные условия Но я их еще буду переспрашивать три раза О, блин, так страшно Офигеть А вас все говорят, что страшно Всем страшно? Или только мне? По этим условиям в какой момент на меня выпрыгивает пантера и грызет ногу Я уверен, что в этих условиях есть еще и такой пункт Россия Сложный? Надо сделать кого? Марконе? Вы знаете, я как в программе «Умницы и умники» после нашей встречи хочу поступать в МГИМО Поэтому иду по красной дорожке сразу В 2014 году Роспотребнадзор предупредил, что делая селфи, можно заразиться этим С ПИДом? Опять же, знаю, Роспотребнадзор Вирус какой-то компьютерный Эгоизмом? Может быть там какие-то вообще такие тонкие материи С Сифилисом, наверное Я думаю, что это гепис Это неправильный ответ А мне плевать Гнидочки могут на вас забраться Можно, да, можно, можно заразиться А как это называется? По моей прическе понятно, почему я не могу вспомнить это слово Я хотел сказать вши Да, да, вши Мой ответ вши Вшами, да Вши же появились только в 2014 году Все, кто делает селфи, всех на поезд из России К чертовой матери А если они не в России, то завести в Россию и опять выгнать Это нормально в риторику? Би-би-си входит Органично Средний В каком российском городе в 2013 году? Получил прописку Почетный Удмурт Жерар Депардье Почетный Удмурт? Так, я хочу подсказку Варианты ответа Ростов-на-Дону Самара Воронеж Саранск Серьезно? Саранск? Зачем? Окей Персоны? Пусть будет Тоже средний Да За 2010-е эта девушка попала в тюрьму Снялась в сериале «Карточный домик» И обогнала в рейтинге самых влиятельных женщин Мишель Обаму Она русская, кстати Да ладно Так А что, она молодая, да? Так, понял Ну, я вообще не знаю Хочешь подсказку? Да, хочу Надежда Толоконникова Евгения Васильева Милания Трамп Светлана Лобода Я так, я, короче, вот часто я думал, что пуссирает Вот прям, я реально, короче, чувствовал, что это пуссирает Но я просто не в теме Какой вопрос? Давайте сложный вопрос Продолжите список россиян Так Да, это реальный список Лефорт Багратион И кто-то еще Кто у нас в России современный Самый главный стоящий человек Персона Сразу на ум приходит Владимир и Юркис Это рэп Наверняка, нет? Почему я вообще не понимаю, о чем речь Хочешь подсказку? Давай подсказку Марио Фернандес Джерар Депардье Джефф Монсон Стивен Сигал Фернандес Фернандес Кто такой Фернандес вообще? Восемнадцатый год Какие-нибудь выборы, наверное, были В восемнадцатом году был чемпионат мира Начнем с того Ну, давайте Так, Фернандес Ну, слушайте, ну, футбол Это все обман, что он так интересен, футбол в России Давайте Монсон Считай Монсон Да А, Фернандес Чемпионат А, тогда Фернандес Да Фух Мне так плевать на футбол, что прям я долго проходил Нет Все-таки Фернандес Ну, ладно, я постараюсь пережить эту боль Не сразу получится, но лет через 20, надеюсь, уляжется Давай с политикой разберемся Для русских людей нет сложных вопросов в политике Выбор всегда очевиден Я один Я в политике очень силен Так, давайте-ка сложный, конечно же Серьезные, все-таки политичные С какого года Роскомнадзор ведет ожесточенную борьбу с Телеграмом? Я не помню, у меня такое ощущение, что, ну, сколько я жил Всегда шла война с Телеграмом или всегда Роскомнадзор с чем-то воевал И ведет успешно Успешно Если бы это не случилось А нет, хотя бы мне позвали сюда по Телеграму как раз Ну, блин, как будто пару лет это длится Мне кажется, с 17-го года С 2017-го С 17-й? Опять же, у меня ППН, я поэтому не заметил, что его заблокировали Мир? Ну, мы живем в России, поэтому есть только Россия Мира не существует Средние, давай средние В 2016-м году появилось это слово и это явление, которое потрясло Великобританию Один из словарей даже назвал его словом года Кстати, это явление все еще так и не случилось Пока что Это у меня такое ощущение, что это что-то эко Может, подсказку? Да, можно Мэнсплейнинг, фейк-ньюс, брекзит или хьюги? Я не понимаю, Вань Брекзит Да, это правильный ответ Ну, давай интернет для начала Окей Средний Вышедший в 2017-м году клип на эту песню собрал рекордные за всю историю YouTube 6,5 миллиардов просмотров Что это за песня? 6,5 миллиардов? Да спасибо, наверное Я готов на сложные вопросы, вы видите, я в них хороший А это вопрос «Вспомни все» Звучит он так В 2010-х выявлялись новые соцсети Какие-то очень популярны сейчас Про какие-то все уже забыли Перечислите столько, сколько сможете За каждую плюс 1 балл За каждую неправильную минус 1 балл Если сможете правильно назвать год запуска, то получите еще плюс 1 Инстаграм Я думаю, что в 2012-й Нет, 11-й Нет, 10-й 10-й, беру 10-й В 10-м прям? Ничего себе Есть, вот так-то Ну что Инстаграм получил, знаю про тебя все Телеграм Тик-Ток 16-й? Тамблер Раз Минус 1 балл Минус 1 балл 2007-й 2007-й Тамблер, 2007-й год, серьезно? Ага, а такое ощущение, что им не пользуется уже вечность Я знаю очень много до десятых соцсетей Вот, а то, что с десятых, я уже слишком старый просто Вот Так, LinkedIn MySpace Так, что еще? Перископ Все! Я знаю, я знаю Там чекинились все время А, Санчат Санчат, Санчат Уже на 3 балла Я могу себе позволить У меня этих баллов Вот Завались Что? Вань, Вань Это, я думаю, что 2013-й даже Да Есть! Это все Все, что я знал, я вам рассказал Все? Ну, окей Говорю, как ты у Лубянки Все, что знал, все рассказал Я думаю, что Что бы ни придумали Главное, чтобы люди общались Петь, напрягись, пожалуйста У нас наука Хорошо, давай 3 В 2012 году во время испытаний на Большом адронном коллайдере Обнаружили его Ага, обнаружили Все? Сергей Лазарев пытался раскрутиться Перед Евровидением Готовцы на коллайдере? Не Сережа, к сожалению А что? Бозон Хиггса Культура, это вообще для меня Это ерунда Культурой занимаются профурсетки И ветреные мужчины Если вы понимаете, о чем я Вот так я сейчас всех оскорбил, надеюсь Давай средний В 2010 году вышел этот скандальный сериал молодого режиссера Который показывали на Первом канале Школа? Германики? Да Еее А, ну слушайте Это, наверное, Валерия Гай Германика Сериал «Школа» Да Да, да Сериал, который просто укачивал людей Потому что вот такой камерой Все снято плавающе Сложный Сложный, окей Какой город так и не стал столицей современного искусства в России Хотя счастье было не за горами Блин, какой-то подвохом, что ли, вопрос Ну да Да, подвохом Хочешь подсказку? Да, хочу Блин, как я мог на культуру стопануть Рязань Саратов Пермь Мышкин Я прям чувствую себя Выгревает Кто хочет стать миллионером Я думаю, точно не мышки А, Саратов Правильный ответ Пермь Круто, надо в Перм сгонять Сделаем тур по Перми Наука, нет? Рандом? Куда ни шаги, просто пропасть Так, легкие Это тоже вопрос, вспомни все Перечисли альтер-эго рэпера Славы КПСС За каждое плюс один балл Слава КПСС Соня Мармеладова А, это тоже не считается Блин, сын дядька Блин, сын дядька Гнойный Покажите группу поддержки Шарлотта, пожалуйста Спасибо Гнойный, гнойный Да-да-да Я все подзабыл, капец Не, мне нравится Славка Все сумма крутая Сложный, конечно В 2012 году родился мем-миллионер Все эти годы его карьера шла в гору А гонорары росли Но только в этом году герой мема умер На пике популярности Кто это был? Он умер? Нет, серьезно? Мем Животное, правильно? Наверное, это какой-нибудь кот-миллионер Что? Кот, который грустит Грампи Кэт Я знал, я знал, что я недавно переживал, что он умер Я же говорила, ты грустный кот А, все, тьфу, все, сошлось Грустный, грустный кот Грустный кот с этими, с мешками, как у, как у Дениса Чужого Дэн, я тебя обожаю, я тебя очень люблю Все юмор, все юмор Да, ну, да, кот, который выглядит, как сын Дениса Чужого Казалось бы, это, ну, как раз тот момент, когда Владимир Маркони должен был еще помнить мемы Двенадцатый год Очень жалко, что я проиграла Ах, как грустно, что всего лишь девятнадцать баллов Мне очень обидно Ну, а я ворвусь в вашу студию Возьму камеры и перепишу все на правильный ответ Ну, или нет Главное, Шарлотта сделала Подписчики Поздравляю вас с Новым годом Вы классные Живите счастливо Если у вас есть люди, которые вам нравятся Которых вы любите Говорите им каждый день Люблю вас Потому что из их дурацких голов Вся эта информация каждый день выветривается И нужно напоминать все время Неплохое новогоднее пожелание, да? Желаю вам побольше какой-то движухи Не скучать Понимаю, что с каждым годом веселиться искренне Все тяжелее, но надо, ребят Все будет нормально Это был непростой год Хотя эти слова вы услышали от другого Владимира Поэтому давайте все сегодня отмечать Поднимаем наши бокалы И главное Верить Верить в 30-е годы Вот И помнить 10-е А в 20-х жить С Новым годом С Новым годом С Новым годом Всех с Новым годом И классного вам Оливье, конечно же А в 20-х А в 30-х sample С Новым годом Всех с Новым годом Мужчушка